За последние три года в Каспийске прошли значительные изменения по разным направлениям, в частности и в сфере образования. Так, в образовательных учреждениях города появились новые возможности для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся. Также были введены программы по улучшению качества образования школьников и многое другое. Важный этап ренессанса образования общего, я считаю, тот факт, что в последний год-два внедряются так называемые федеральные образовательные программы. Это очень удобно и родителям, и детям, и общеобразовательным учреждениям. Это позволяет создать единое образовательное пространство по всей стране. По словам наших респондентов, новая федеральная программа намного облегчает процесс обучения ребенка. К примеру, при смене школы ученик не будет перестраиваться на другую систему образования, что является несомненным плюсом. Появляются единые учебники, то есть максимально приближены к требованиям и запросам и общества, и родителей, и, естественно, школ. Кроме того, на сегодняшний день в системе образования Каспийска появилось множество различных дополнительных кружков, конкурсов, форумов и программ. Благодаря этому воспитанники и педагоги образовательных учреждений могут продемонстрировать свои способности. Одним из таких ярких результатов является подведение, как учитель года, ежегодный конкурс «Учитель года». Учитель начальных классов Надежда Александровна Лопарева. Она выиграла здесь муниципальный этап. Далее она была представлена в зональном этапе и в республиканстве, где очень хорошо показала себя. Это, в первую очередь, должен сказать, что это командная работа, командная работа всего коллектива. То есть это победитель конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации по Республике Дагестан». Обладатель всероссийского и республиканского гранта. То есть есть такая возможность участия в грантах. Надо просто самим быть более активными и вокруг тоже все будет меняться. Основным изменением системы образования в республике, в том числе в Каспийске, стало внедрение цифровой трансформации. В текущем году в рамках данной программы школы города начали приходить с обычных журналов и дневников на электронные. Внедрили так называемые их электронные версии. Электронный журнал, электронный дневник. Это очень удобно детям, родителям, прежде всего нам, педагогам. Конечно, это позволило нам электронный документ оборот ввести. В школу пришел высокоскоростной и безопасный интернет. Это тоже очень важный фактор. Стоит подчеркнуть, что в образовательных учреждениях Каспийска также появились различные цифровые кружки, которые способствуют развитию точных наук у школьников. Так, недавно в лицее номер 13 имени Расула Гамзатова был открыт технопарк «Кванториум». На сегодняшний день участники кружка уже достигают немалых результатов. Отметим, что и другие образовательные учреждения активно вводят цифровые трансформации. На базе нашей гимназии работает IT-куб. То есть дети со всего города имеют возможность прийти изучать робототехнику, программирование. Эти направления, которые у нас есть на базе нашей гимназии. Очень хорошие педагоги, специалисты, которые могут обучить детей, и они свои уровни проходят. И кто-то, может быть, в перспективе себя будет рассматривать в эти направления. В последнее время школы муниципалитета при поддержке управления образованием города значительное внимание уделяют дополнительному образованию. Открываются множество кружков по разным направлениям. Это баскетбол, футбол, волейбол, теннис, шахматы, актерское мастерство и многое другое.